Доброе утро! В эфире выпуск телевизионной службы новостей в студии Андрей Григорьев. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор основных тем и событий минувшего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снег в Перми убирает плохо. В Свердловском районе точно. На его территории прокуратура проверила, как там исполняется законодательство о безопасности дорожного движения, а также общих принципах организации местного самоуправления. И в итоге выявила нарушение в работе администрации города по уборке дорог от снега. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства. Установлено, что администрации города Перми не соблюдались требования, установленные действующими нормативными актами, предписывающими надлежащим образом содержать вверенную территорию. В ходе выездных мероприятий по обследованию уличной дорожной сети выявлено, что центральная улица Свердловского района, Героев Хасана, Куйбышева, Южная дамба, бульвар Гагарина, Максима Горького, 25 октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не очищена от снега, в том числе подходы к пешеходным переходам. В частности, прокуроры обнаружили, цитирую, скопление рыхлых снежных масс, колейность, тротуары не обрабатывались противогололедными материалами, наблюдалось заужение участков дороги первой категории, по которым в том числе осуществляется движение городского транспорта. По всем этим факторам прокурор района внес представление заместителю главы администрации Перми, которая сейчас находится на рассмотрении. Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений, информирует надзорный орган. Отметим, до нынешней зимы за такие нарушения наказывали глав районов, но с этого сезона за благоустройство Перми отвечает единое муниципальное казенное учреждение о содержании объектов благоустройства. Между тем, не только из Свердловского, но буквально из всех районов города Перми сообщает об отвратительном состоянии и тротуаров, и проезжей части, и парковочных карманов. Люди всю неделю активно фотографируют это безобразие, снимают видео и размещают в соцсетях. Вот лишь несколько сообщений о положении дел на пермских улицах и тротуарах. Адреса люди называют разные. Цитируем. Перекресток улиц Черденска и Карпинского. Пешеходный переход пройти крайне сложно. На улице Свиязева у районного нефтепроводного управления прекрасный тротуар. Вот не придраться даже. Все продумано для удобства людей. И как ходить? Почему снег не чистят? Частный сектор, микрорайон Акуловский. Уже второй год подряд такая ситуация. Ну и как тут ходить? Грузинская, 3. А это трамвайная остановка «Стахановское кольцо». Автор видео пишет. Игра в рулетку. Трамвай настолько близко проезжает мимо людей на остановке, что задел рюкзак на спине. Хорошо, что не зацепилось ничего. Когда остановки очистят уже? И такая ситуация на многих остановочных пунктах города. Где каша растаяла, там лужи. На остановке площадь Восстания просто море. Автобусы вынуждены высаживать пассажиров, не доезжая до остановки. А это пешеходный переход на улице Революции. Накануне вечером люди жаловались, что там было невозможно перейти, не замочив ноги. В четверг подстыла и присыпала снегом. Теперь там просто каша. Прямо на пешеходном переходе, на революции. Коммунальные службы явно не справляются с ситуацией. А кое-где ненароком и вредят. Так на улице Сергея Суханова дорожники, расчищая снег, нечаянно выломали бордюрный камень. Это что за служба у вас? А? Ну, конечно. Я каждый день здесь хожу, поэтому это должно быть починено. Будем верить, что починят. Пермикам же, и водителям, и пешеходам, похоже, остается надеяться лишь на себя. Быть осторожными и не спешить. Ну и ждать, когда небесный горшочек перестанет, наконец, варить. И жидкая каша превратится во что-то, почему можно безопасно передвигаться. Юлия Алеева, Михаил Ситров, Телевизионная служба новостей. Осторожно, дом может рухнуть. В Перми с 30 ноября введен режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Циолковского, 17. Жителям рекомендовано оперативно покинуть здание. На месте побывала наша съемочная группа. Циолковского, 17. Эта трехэтажка построена в 1951 году. Аварийной ее признали в 2016-м. Несмотря на преклонный возраст и ветхое состояние здания, здесь до сих пор живет несколько десятков семей. Год назад в редакцию ТСН обращались собственники квартир на третьем этаже. Тогда над их головами рухнула часть крыши. Вот здесь вот у меня провалилась крыша. Получается, все продавило, все оторвалось, такая дыра. И все это капает ко мне в комнату. По словам специалистов, именно состояние крыши стало поводом объявления чрезвычайной ситуации. В начале ноября специальная комиссия Матавельхинского района произвела визуальный осмотр дома по улице Циолковского, 17. В ходе обследования выявили дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкции здания. Было приглашен эксперт строительной лаборатории. Соответственно, после проведения экспертом осмотра, выдан заключение о том, что в настоящее время у нас идет 30% разрушения кровли. Соответственно, перекрытие в плащевном состоянии, критическом состоянии. Соответственно, в любой момент может крыша рухнуть. И, соответственно, в дальнейшем последствии это будет сцепная реакция, это как деревянное перекрытие сложится внутрь. Сейчас для жителей и собственников помещений во дворе дома по Циолковского, 17, развернут оперативный штаб. В него можно обратиться для получения помощи. Пока людей переселят во временное жилье, а в дальнейшем им предложат новые квартиры в муниципальных домах. Жители проходят сейчас регистрацию в палатке, им объясняют, по каким адресам они могут выехать. Предоставлены помещения маневренного фонда, развернут пункт временной регистрации жителей. По адресам все жителям предлагают. Также организованы услуги со стороны администрации по вывозу вещей, по хранению вещей. Организована охрана, организована служба спасения для того, чтобы здесь дежурить 24 на 7 жителей, без крова не останутся. Татьяна Овсянникова, Михаил Иситров, телевизионная служба новостей. Депутаты законодательного собрания края провели ноябрьское пленарное заседание. На нем в окончательном чтении приняли бюджет Прикамья на трехлетку. Согласно документу, плановый объем доходов в следующем году 203 миллиарда рублей, расходов почти 226,5 миллиардов. Еще одно важное решение – военнослужащие, герои России или награжденные орденами в ходе СВО смогут бесплатно получить земельный участок. Право на эту льготу получат и члены семьи в случае гибели военнослужащего. Кроме того, парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Ильи Лесняка, лишив его мандата. Основание – не декларирование доходов и пропуск заседаний. Напомним, в апреле после возбуждения уголовного дела Илья Лесняк покинул Россию. Его подозревают в вымогательстве. От добычи ценных ресурсов, цифровизации производства до привлечения и сохранения кадров. Самый широкий спектр тем обсуждают участники Пермского международного инженерно-промышленного форума. Всего здесь представлено около 200 компаний из разных стран. В числе ключевых партнеров форума – предприятие ОДК «Стар». ОДК «Стар» – ведущее предприятие двигатель-строительной отрасли, где заинтересованы в подготовке высококлассных кадров. Для этого здесь совместно с Пермским политехническим университетом реализуется программа «Крылья Ростеха». Студенты с первого курса трудоустроены на завод, где получают ценный практический опыт. Участвуют в крупных профессиональных конкурсах, например, «Кибердром». Это масштабное соревнование в сфере беспилотных летательных аппаратов. Команда ОДК «Стар» «Крылья» успешно прошла все этапы чемпионата. В гранд-финале заняла шестое место среди 16 команд из разных регионов страны. В составе «Крыльев» не только действующие сотрудники, но и студенты политеха, учащиеся Пермского техникума промышленных и информационных технологий и школы номер 76. «У нас на финальном этапе очень хорошо себя показали разведывательный конкурс, где нужно было определить, используя камеру дрона, где находятся определенные единицы техники. Также сборки в пролетах по трассе определенной, а также по программированию дронов». Призером чемпионата заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов вручил свидетельство государственного образца о присвоении квалификации оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом. «Конечно, мы нацелены на то, чтобы абсолютно все школьники, участвующие в этом проекте, в этой команде, а также, безусловно, все те, кто участвовали из Гагина, конечно, стали нашими сотрудниками, потому что это те компетенции, которые нам нужны. И самое главное, мы видим, что отношение к делу у этих детей уже очень серьезное и ответственное, поэтому это классно, и нам такие люди нужны». Евгений Гуляев, Юлия Цыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Посторонним вход разрешен. В Перми вновь открыли круглосуточный пункт обогрева для бездомных. Большую армейскую палатку, как обычно, разместили около Центрального рынка, на пересечении улиц Подгорной и Эпроновской. Здесь может получить обогрев, ночлег и горячее питание любой человек, который попал в тяжелую жизненную ситуацию. За процессом монтажа брезентового хостела наблюдала Елена Яговцева. «Здесь много плюсов. Стоит чайник, стоит еда. Захотел – поел, захотел – попил чай. Пошел – погрелся». Большая армейская палатка – пункт обогрева для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Каждый год команда пемских волонтеров устанавливает ее на пятачке возле здания по адресу Полевая 2. Бездомные могут укрыться от сильных морозов, переночевать. Временное пристанище рассчитано на 25 человек. Отапливается с помощью печки-буржуйки. Есть телевизор, спальные места и, конечно, аптечка. «У нас, если нужно будет оказать какую-то первую помощь, мы вызываем, первых, скорую помощь, и если тут бинты, зеленочка там есть, йод». При необходимости обратившимся людям могут выдать направление на обследование в одну из пермских больниц, помочь с восстановлением документов. Но задача таких пунктов обогрева – не реабилитация и не социализация, а элементарное сохранение жизни. «Палатка предназначена для того, чтобы использовать ее в холодное время, для того, чтобы люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, не просто не замерзли. Мы здесь их греем, напутствуем, иногда одеваем, кормим, чтобы они, знаете, ощутили себя полноценными личностями. Но основная задача, конечно же, чтобы они не погибли, чтобы они не замерзли». «Милосердие относиться к таким людям, потому что каждый не застрахован от этой ситуации. Просто действительно, если вы встретили человека, ему негде жить, посоветовать, что вот есть такой пункт». Пункт обогрева действует до середины марта. Волонтеры просят неравнодушных граждан принести теплую мужскую одежду и продукты, которые легко приготовить в походных условиях. Елена Иговцева, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей. Новые потери в специальной военной операции. Стало известно, что в ходе СВО погибли еще двое наших земляков. Это 53-летний уроженец Краснокамска Михаил Светлаков, который служил по контракту в звании рядового. И уроженец села Меча Кишерского округа Юрий Подчуфаров. У него остались жена и четырехмесячная дочь. В Перми во время фотосессии в заснеженном лесу у микрорайона Голые Мысны фотографы и модели, по их словам, напали. Одна из участниц конфликта написала в соцсетях, что оппоненты представились полицейскими и угрожали ей и ее друзьям оружием. По словам Ирины, она с друзьями поехала в лес на фотосессию в стиле «Зимний пикник», взяв реквизит «Продукты». Оставив машину на лесной дороге, приятели отправились делать фото. Мимо проехало авто. Водитель спокойно спросил, что они делают, и уехал. А позже эта же машина проехала обратно. Но водитель якобы стал вести себя агрессивно и оскорблять ребят. После этого, по словам Ирины, водитель достал пистолет и направил его на молодого человека. А женщина выбила из рук под нос с реквизитом. Затем якобы ударила по лицу одну из девушек и попыталась отнять телефон. Она отвечала нам, что они все мусора, и им можно носить с собой пневматическое оружие. Я пытаюсь спокойно объяснить, что сейчас сяду за руль и отъеду отсюда, чтобы они проехали. Из синей нивы выходит пожилая женщина, которая начинает крыть нас матом и обзывать проститутками и закладчиками. То есть на нашу спокойную речь о том, что мы сейчас просто отъедем, они не реагировали, а сами начали конфликт. В итоге любители красивых фото собрали реквизит и ретировались, а потом пошли в полицию. В МВД заявили, что уже проверяют эту информацию. Ксения Гилёва, Телевизионная служба новостей. Последний носитель древних традиций манси. 29 ноября не стало Алексея Бахтиярова, легендарного инспектора Государственного природного заповедника Вишерский. Об этом заповедник сообщил на своих интернет-ресурсах. Всю жизнь Алексей Бахтияров провел в горах и тайге. И лишь заболев, перебрался поближе к людям. Последний манси Верхней Вишеры. Так называли бывшего инспектора заповедника Вишерский Алексея Бахтиярова. Причина его смерти не уточняется, но известно, что в последние годы он болел, был частично парализован. Алексей Бахтияров родился в семье манси в 1954 году. Официально в 1955. Появился на свет на далеком от цивилизации Чувальском хребте Северного Урала. И родители зарегистрировали акт его рождения, лишь выбравшись на Большую Землю. В детстве он пас оленей, затем работал в геологической партии. А в 1997 году начал трудиться инспектором в заповеднике. Алексея Бахтиярова назвали старейшим представителем народа манси в Верховьях Вишеры. Инспектор заповедника Сергей Смирнов в своей рукописи «Двое и Дебри» писал о нем так. Алексей Бахтияров перебрался ближе к людям на кордон 71-й квартал, когда ослабил здоровьем. Вот с ним-то мы долгие годы состояли в радиосвязи, делились наблюдениями, интересовались делами. Там у них гористее и потому снежнее. Спросил, сколько Леша снега, а у меня рейка кончилась, отвечает Алексей. Да так весело это говорит. Это значит, что двухметровая снегомерная рейка у него скрылась в глубочайшем снегу Лиственничного. Вишерский Урал – последний на землях Пермского края район компактного проживания представителей древнего народа манси. Вся южная и центральная часть заповедника – родовые угодья последних оленеводов-кочевников мансийского рода бахтияровых. Занесенного в Пермске крайней погодой фламинго отвезли в зоопарк Ижевска. Напомним, обеселившую птицу нашли на территории одного из предприятий в городе Чайковский. Предположительно, фламинго мог попасть на Урал из-за сильного южнокаспийского циклона, который тогда смещался из Средней Азии. В России фламинго вообще не гнездятся, и мест, где они находятся, постоянно нет, поэтому выпускать в России мы навряд ли сможем. По мнению орнитологов, упавшая в Чайковском птице еще птенец, его оперение не достигло нежно-розового оттенка взрослых особей. Живую, но изможденную находку перенесли в теплое помещение. Сначала фламинго ничего не ел и пытался выбраться из вольера, но когда в его рацион добавили рыбный фарш, прекратил голодовку. Выпускать дитя заката на волю, скорее всего, не будут, он просто не знает, куда лететь. Сейчас пермский фламинго под наблюдением ветеринаров, а к весне за ним можно будет понаблюдать в общем вольере, сообщили в зоопарке Удмуртии. Наш эфир продолжается, не переключайтесь.